Здорово и здравия! Если вы любите бокс, это видео для вас. Ну, ребята, Максим Власов, Джо Смит. Последний наш титульный прогноз на 13-14 февраля. Очень сложный бой для нашего Власова. Очень сложный бой. А вот для Смита это не... Я не могу сказать, что для Смита это действительно сложный бой. Ну, давайте вот просто элементарные вещи обсудим. Власов может нокаутировать Смита. Ну, там как-то и в статистике, и в силе удара, и в мощи чисто физической, и в манере. Самое главное, в манере ведения боя. Власов вообще не выглядит опасным соперником в плане причинить ущерб. Смит наоборот. Смит, если ударит хорошенько раз, второй удар может и не понадобиться. Это во-первых. Во-вторых, Власову 34, Смиту 31. Власова 48 боев, Смита 29. То есть, кто более изношен возрастом, боксом? Конечно, Власов. И вот еще такой фактор. Бой-то в Америке. Бой в Америке, и Смита будут... Ну, сами подумайте. Все пояса сейчас у наших бойцов. Вот два пояса у Бетербеева, один пояс у Бивола. И сейчас, если последний пояс опять уедет к нам, ну, это вообще полутяжелый вес потерян будет. В нем вообще никаких денег, никаких поединков не проводить. А бойцы-то полутяжелого веса есть в Америке. И их надо с кем-то сводить. Им надо что-то обещать. Какие-то коврижки, какие-то деньги. Что, типа, вот побеждаете, у вас будет будущее. А с кем? С кем их сводить? С Бетербеевыми Биволами, которые черти где. Ну, поэтому Смит, он очень нужен. Как чемпион, как американский чемпион. И такой момент еще, смотрите. Власов, он у нас прыгает по весам. Он второй средний. Вот подумайте. Второй средний вес. Человек роста метр девяносто два. Как Колумб Смит, даже, по-моему, выше, чем Колумб Смит. Метр девяносто четыре, раз мах руку. Он был во втором среднем. И во втором среднем он проигрывал бои с такой антропометрией. Вот в чем дело. Он во втором среднем проиграл у нас Хильберта Рамиросу. И во втором среднем проиграл Исааку Челемби в свое время. Еще потом поднялся он аж в крузера. Его побили в крузерах. Ну, как побили? Выиграл, конечно, его Гловацкий. Но нельзя сказать, что он его там избил. И теперь опять он в полутяжах. То есть, понимаете, вот это меняние весовых категорий, оно пагубное. Но на самом деле это не всегда хорошо. Учитывая, что Власову уже 34, что ему 48 боев уже. Это 49-й. Ну, там реально изношенный организм. Он уже не выйдет на пик никогда. Власов. А что может Власов выйдя на пик? Ну, давайте подумаем. Его манера ведения боя, вот тот бокс, который он показывает. Это, я знаете, как их называю? Ой, ребята без таланта с неправильной техникой. Которые надеются на чудо. Вот Виктор Петраченко, его тренер, он вот собирает этих ребят. Файфера, Кудряшова, Власова. И вот этих ребят без таланта дает им неправильную технику бокса. И, наверное, сам на какое-то чудо надеется. Вот Власов дошел до титульника. Сейчас, если он вдруг победит, это же чудо действительно. Человек без таланта, с абсолютно неправильной техникой станет чемпионом. Ну, это же чудо будет. И вот давайте разберем Кудряшова. Он дошел до титульного боя, чудо не случилось. Чудо не случилось. Давайте возьмем Файфера. Он дошел до обязательного претендента, вот когда он дрался с Табити. У себя дома дрался с Табити. В Екатеринбурге. Чудо не случилось. Чудо не случилось. Потом он дрался опять за обязательного претендента с Папиным. Опять чудо не случилось. Ну, потом вот согнал вес, спустился. И все, и все. И на Файфере можно ставить крест. И вот Власов сейчас будет та же самая песня Давайте смотреть Кудряшова побил на каутер И Файфера побил на каутер Папин Дортикос побил Кудряшова А Файфера побил Папин Два на каутер Джо Смит на каутер У Власова та же манера, что у Кудряшова и Файфера С Файфером очень похожая манера Так что Видите, сколько вообще неудач Еще и бой на территории противника И еще такой момент У кого учится Виктор Петраченко У вот этой мане Он учится у американских тренеров Он надеется воспитать каких-то наших майвейзеров Он не понимает, в Америке не могут воспитать майвейзеров Не могут Это была аномалия, это была случайность Не будет ни второго, ни третьего майвейзера Никогда Никогда Посмотрите бой Терренса Кроуфорда Человека, который вот эту дистанционную Американскую манеру Он ее реально очень хорошо знает И посмотрите его бой с Коваляускасом В какой-то веке попался достаточно крупный боец Даже на жопе посидел Кроуфорд Боксируя на дистанции Там многие говорят, нокдауна не было Но это отдельная тема Был там нокдаун, не было На жопе Кроуфорд посидел И чем все кончилось? Он второй половине боя поднял блок Пошел работать первым номером Забивать со средней дистанции Причем он бил достаточно такие оплюхи И забил Потому что Ну не дано это Это не будете вы новыми майвейзерами И опять же, если мы вспомним майвейзера Ну Бой с Далахой Бой вот с Кастилию, по-моему Там такие бои спорные Господи Вот были бы это бойцы Поумнее, похитрее, пограмотней Все Флойд бы проиграл А вот Петраченко надеется Что он Переплюнет американских тренеров И Сделает лучше, чем они Не сделает Он даже так, как они не сделают А так, как они Сделать Это вот воспитатель Элейдера Альвареса Например Или Джесси Харда Это два соперника Которых Джо Смит в последнем бою побил То есть, понимаете Петраченко Давая свой бокс Вот Власову, Файферу Он равняется на тех Кого Смит уже побил Вот Элейдер Альварес Вот эта вот манера Американская Там на дистанции Где-то поклинчевать Вторым номером в основном Вот этот мерцающий джеб Без особых силовых комбинаций Без лишней работы на ногах На ногах ходьба Вот такая вот Как Хейни ходит Как Чарла ходит Ну вот вы понимаете Что такое американский Вот этот вот бокс Джесси Харда То же самое То же самое Одного Смит побил по очкам Второго Смит нокаутировал Выигрывая по очкам Весь бой Весь бой Я вот посмотрел его бой С Элейдером Альваресом Три раза Я ни одного раунда Не могу отдать Элейдеру Альваресу Ни одного Мне кто-то скажет Элейдер Альварес Неправильную тактику На бой выбрал Поэтому он Смиту проиграл Ну смотрите Я согласен Что начиная с третьего раунда Элейдер Альварес Он упирался Он пытался работать Вот Ну как-то знаете Вот На ближней дистанции Что-ли Вот как-то клинчевать Что-то там искать Ничего не получалось Но первые два раунда Он двигался назад Он пытался держать на джебе Он пытался вот эту вот Майвейзерскую работу делать Ни хера не получалось Со Смитом Почему? Ну потому что Смит Да, на дальней дистанции Это дуб Это просто дуб Вот такие вот Вообще без плеч Без спины Прямые удары Вот эти его шаги Какой рукой бьет Такой и шагает Это конечно дуболомство Но когда он подходит На свою среднюю дистанцию Он очень качественно бьет Боковые удары И самое главное Он их комбинационно бьет Он может 4-5 силовых Вот этих засунуть И у него достаточно Хорошие апперкоты То есть что ему нужно? Он сейчас понял Что ему нужно Он поднимает блок Который пробивается С первого удара То есть это Просто он самообман какой-то Создает Что ага Меня не пробьют На самом деле Это его крепкая голова Его спасает Подходит к сопернику Заставляет остаться у канатов И раз Два Три Четыре Пять Соперник отходит И опять за ним Иногда вот через какой-то Двойной неправильный джеб И опять Раз Два Три Четыре Пять иногда апперкот Вставит Если соперник уперся То он Может чуть-чуть Совсем чуть-чуть Буквально там один удар Поработать в клинче Но по возможности Он вытянет левую руку Вставит правый прямой Либо правый боковой И если он понимает Что попал Опять начинает Раз Два Три Четыре Там какие-то силовые комбинации Удар страшный Функционалки море Голова крепкая Физически очень мощный То есть в клинче Он вас сломает Такого дохляка Как власов Он реально сломает в клинче Он очень здоровый По сравнению с власовым И вот видите Элайдер Альварес Он мощный боец Он грамотный Техничный Умный Непробитый боец Посмотрите Смотрите чем кончилось Все раунды проигрывал И проиграл Нокаутом в итоге Ну может власов Показать больше чем Альварес Блин да я не знаю Даже если покажет Даже если покажет Это будет ну вот Вот так вот Вот так вот А вы же понимаете Что ему в Америке Надо выиграть Ну очень-очень явно Раунда в 9 забирать Раунда в 9 Иначе ему просто Не отдадут победу Поэтому Знаете Для меня будет чудом Если власова Не нокаутируют В этом бою Для меня будет чудом Потому что Последние бои Власова Вот такая вот работа Две руки вперед Зачем-то выставлять Файфер тот же бред делает Тот же самый бред Файфер делает Ты стоишь вот в этой стойке Тебя надо на джебе держать А он на правой руке Держит зачем-то То есть он полностью Открывает башку Постоянно руки Вытянуты вперед Как контрить прямые удары Боковыми ударами Смит бьет боковые удары Дом прекрасно Бьет боковые удары То есть Смиту раз попасть По Власову Качнуть А потом он подойдет Начнет дорабатывать Кто-то скажет Что Власов Там на дальней дистанции Будет вот эта вот Какая-то там Игровая манера Знаете Вот эта вот Любительская Ну смотрите Смит Он Когда боксировал с Биволом У Биволова Дистанционный бокс Лучше нет просто На свете нет Лучше чем у Бивола И никто никогда не сделает Лучше чем у Бивола Дистанционный бокс И то такой коряга Как Смит Пару раз попал Один раз даже так попал Что Бивол чуть не упал Гонг спас Сами знаете То есть Смиту бояться нечего Смит точно знает Что у него все получится Если он будет пытаться Он тут точно знает Он сейчас идет На серии побед Над очень сильными соперниками А Власов идет На серии побед Над Ну вот у него был там Какой-то там Сникарава парень И был у него Айзек Челембо Уже совсем старый Взял он у него реванш Причем 116 111 112 Что-то такое То есть 8 раундов Он забрал у Челембо Смит бы у Челембо Все раунды забрал Вообще все Потому что Челембо работал Вторым номером С Власовым Смит будет работать Первым номером С Власовым То есть Власов в последние бои Шел вперед Здесь придется двигаться назад А вот эта Майвейзерская работа Она Вот в чем разница Вот этой Американской манеры Любительской И нашей манеры Любительской В том что Наша любительская манера Она пока есть функционалка Она позволяет Долго проваливать Идущего вперед соперника А американская Нет Американская Вот походил Буквально 30-15 секунд И уже клинчевать надо И вот Смит Он в клинче Будет Власова Ломать Ломать А когда он поймет Что Власов Из клинча Не вылезает Если Власов Не будет вылезать Он будет в клинче Много бить Много грязнить Потому что Смит голоден Смит голоден Смит хочет быть чемпионом А Власов Я не могу сказать Что он голоден Власов мне кажется Никогда и не мечтал О таком бое Который у него Который сейчас Ему предстоит В Америке За поезд чемпиона мира Поэтому Не будет Власов Так голоден Не будет Власов Так мотивирован Власов Я считаю Что он изношен Ну и опять же У нас в стране Был уже один Власов Который так прославился Что всех с этой фамилией На долгие годы проклял Поэтому я думаю Максим вряд ли Что-то получится Хотя хочется Конечно Чтоб выиграл Максим Потому что Ну вот выиграет Смит И что Он что боксер будущего Что ли Нет Его надо шлифовать И шлифовать А в 31 год Кто за него возьмется Понимаете Потому что Из Смита Можно было сделать бойца Который бы побил И Бивола И Бетербиева Один Причем там Чуть ли не в один день У него такие данные хорошие Голова крепкая Мощный физически Функциональный Отличный удар Характер воина Ну вот Ноги ужасные Дальняя дистанция ужасная В клинче работает плохо Блока нет абсолютно никакого Корпусом как-то вот не работает А у Власова просто ужасный бокс Вот просто ужасный И я Ну я не верю Я не верю Что Власова выиграет этот бой Я считаю Он проиграет Хоть бы не нокаутом Конечно Но если будет этот нокаут Ну Наверное Это будет вторая половина Наверное Все-таки вторая Если нокаут Наверное Все-таки вторая половина боя Потому что Ну не пробитый все-таки Все-таки Какое-то мастерство Какие-то навыки Какие-то хитрости Фишечки У Власова есть Но если Смит Будет прям заряжен Если Смит Еще будет на каком-то допинге Он конечно может Там такого носорога включить Так разбить Но я повторюсь Он добивало доносил удары Ну что там до Власова доносить Который сам морду вперед И две руки вот так вот Выпихивает То есть Ну Хотелось бы Вот знаете Чтобы Прекратил Виктор Петраченко Эти свои эксперименты Эти свои Я уже много раз там ругал Критиковал Материл даже Таких вот тренеров Как он Прекращайте ребята Меняется бокс Меняется абсолютно полностью бокс Уже это понимают В Америке Уже посмотрите Как Непрофессионально Выглядят Все эти Чарлы Все эти Уайлдеры Все эти Фултоны Все эти Лопосы Все эти вот Хейни Вот последний бой Хейни Посмотрите Уже видно Ну эта манера Она себя отжила Это Майвейзерская эра Кончилась И в пост Майвейзерской эре Не работает этот бокс Вот Василий Ломаченко На то же самое Наборолся С любительской Нашей советской манерой Понимаете Другой бокс Уже просто ногами Бьет в эту дверь Ну Пора уже Таким как Виктор Петраченко Это хотя бы заметить Хотя бы заметить Потому что Ну страдает-то не он Че Страдают бойцы Вот сейчас представьте Повторение будет В этом бою Дада Шеф-Матиас Все как бы предпосылки Налицо Наш боец С любительской манерой Против Очень функционального Очень бьющего Идущего вперед Парня Который там Голодный Вот он сейчас просто Забьет точно так же Власовый Будет повторение Дада Шеф тоже Никогда не был в нокауте И что Понимаете Вот кто этого хочет А кто за это на себя Ответственность возьмет Мне вот что важно Выйдет Петраченко и скажет Посадите меня в тюрьму Это я виноват А лучше расстреляйте Убейте меня за то Что я в этом виноват Вышел так Бадди Магирд Нет Нет Потому что этим людям плевать Вот бойцы Если вы меня смотрите Ну Вам то не должно быть плевать Ну сколько можно Ну это очень страшные люди Понимаете Вот Если бы тогда гонг не прозвучал Бивол бы сейчас проиграл Бивол бы сейчас проиграл И вообще не было бы козырей Вот этой манеры любительской Дистанционной Вот этой вот Хрени Понимаете Без блока Хотя бы вторым номером с блоком Отрабатывайте Учите бойцов работать Вот папин этому научился И посмотрите С Макабу Макабу его не нокаутировал Хотя Макабу там Пёр и бил Пёр и бил Как мог Видите Ну Спасло И то в нокдауне побывал Вот такой здоровый лось Вот этот маленький Макабу Его в нокдаун отправил Понимаете Вот Сколько можно Давайте уже изучайте Тот бокс Который работает сейчас Во всем мире Давным-давно работает И боксеров будущего Я их уже приводил Их десятки уже Они уже всем всё показывают Всем всё доказывают Сколько вот Наши уже будут учиться Поэтому Когда Максим Власов Проиграет этот бой Это будет очередной Вот этот вот Гвоздь в крышку Гроба Вот этих любительских боксеров Ну нечего вам делать В профессионалах Ребят Надо вас переучивать Надо Я не знаю Уголовную ответственность Вводить тем Кто Любителей пускает в профессионалы Без годовой Двогодовой переучки Тех кто этим тренерам Ки-то регалии За это даёт Тех кто их там Не критикует Надо уже это прекращать Потому что ребята Бокс меняется Мы должны быть К этому готовы Конечно Джо Смит Это не боксёр будущего Но выиграть Власова Его хватит